Вести Хакасия 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 На грани закрытия На встрече с горняками Виктор Зимин заявил, что Хакасия Будет бороться за предприятие Не дай Богу, будет принято такое решение Хотя бы озвучено Собственникам, что будет сокращение Производства Все акции обрушивают Евросход Одним только своим политическим заявлением Что с этим партнером нельзя работать Нельзя сотрудничать Потеряют больше В администрации не скрывают Планы по консервации предприятия были Но сегодня Несмотря на продолжающийся кризис На рынке черных металлов В компании прорабатывают вопросы Не просто как спасти предприятие А как повысить его привлекательность И увеличить экономические показатели В настоящий момент Мы формируем бюджет на четвертый квартал Далее параллельно Разрабатываем бюджет на 2014 год Сегодня вопрос о закрытии предприятия Уже не стоит В целом позиция компании будет зависеть От конъюнктуры рынка Может вновь поставить Тёйский рудник на грань закрытия А может дать возможность Дальнейшего развития Как заявил Виктор Зимин Не хотелось бы зависеть Только от ситуации на рынке И поэтому в вершине Тёи Планируют параллельно Создавать другие производства Не имеющие отношения к металлургии Алексей Гончаренко Сергей Казмин Вести Хакасия Хакасия к выборам готова До единого дня голосования Осталось совсем немного Избирком озвучил некоторые цифры К предстоящим выборам В республике 8 сентября Откроется 391 избирательный участок Проголосовать смогут более 393 тысяч человек Для голосования во все уровни власти Изготовлено 1 миллион 180 тысяч 800 избирательных бюллетеней Для обеспечения безопасности Накануне единого дня голосования Все помещения участковых избирательных комиссий Хакасии проверят кинологи В день голосования на избирательных участках Будет дежурить почти 1300 сотрудников полиции Кроме того, в день выборов на дежурстве Будет находиться 33 пожарные части И 120 единиц техники Заповедник Хакаски празднует очередной день рождения За 14 лет, прошедших со времени его создания Сотрудниками проделана немалая работа Благодаря им численность некоторых видов животных Стала заметно увеличиваться К примеру, серый журавль И журавль-красавка Еще 30 лет назад считались почти исчезнувшими На территории Хакасии А теперь их можно увидеть на степных участках На озерах Ширинского района Появились редкие птицы Черноголовые хохотуны Которые почти перестали гнездиться в Хакасии На горно-таежных участках Значительно увеличилась популяция соболя И бурого медведя Восстанавливается численность косули Заповедник всегда открыт для людей Желающих узнать больше о родной природе А из новостей у меня к этому часу все Сразу после вестей смотрите нашу ежедневную рубрику интервью И увидимся скоро на канале Россия 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова